Можно сказать, что люди избавляются от заболеваний, которые последовали многочисленное время, или, может, даже всю жизнь. Я стал очевидцем, что существует сила в этом мире, сила, способная изменить человека. И я стал очевидцем не просто теорически, а во время практики, в которой, возможно, даже тысячи человек получили избавление от различных заболеваний, особенно связанных с подвоносником, такими новыми генижами, опухолями, зрением, пневматологией. Но, в общем, пактически связано с человеческим системой. Я увидел, что действительно мы не все знаем о том, что происходит в этом мире, в этом вселенной. Мы оккурируемся только знаниями, которые мы получили. Но мы все прекрасно понимаем, что мы не все знаем, что происходит в этом мире, что происходит в материи, что происходит во вселенной. И мы исследуем, наука исследует, люди исследуют, практика исследует. И возможно вы восприняете меня как одного из исследователей. Среди множества этих людей, практиков и различных людей, я стал очевидцем. И действительно люди избавляются от болезней. Любая, как вы указываете свое мнение, каждое восприятие, я говорю сейчас, не просто о некой силе, а о силе, связанной с Богом. Это факт. Для меня это стал факт. Факт, который может стать и для вас. Я сталкиваюсь от нужной людьми. На улице, в помещениях, в разных организациях. И у каждого я понимаю, что у каждого есть свое мнение по этому вопросу. Есть какой-то взгляд на это. Но про то, что если есть болезнь, она мучает человека. То есть он прилагает максимум усилий для того, чтобы избавиться, потому что это не пользуется у нас человеку. И здесь происходит некий фактор, когда что-то происходит внутри человека, который меняет кардинально его тело. То есть его сущность. Настолько, что человек выходит, можно сказать, из раппу этого заболевания. Это невероятно. Нельзя даже, возможно, логически объяснить то, что мы видим, то, что происходит. Но мы воспринимаем это как факт. Как факт, что чтение, конечно, Бога. И я не говорю сейчас о различных организациях, конфликтах. Бог, он один. Он для всех. И я узнал, что Бог на самом деле любит людей. И что Бог намного ближе, чем мы даже думаем. И что Бог хочет и способить помочь человеку. Так произошло, что я познакомился с многими людьми, которые граждане вашего города. И они узнали мои деятельности. Они узнали на основе свидетельств других людей о том, что в таком роде деятельности многим очень помогло. Многие были убавлены от сколиозов, от грыж, от опухолей. И вообще все связано. Даже от рака и от себя. Не знаю, как это происходит. Это действие силы Бога. Но мы стали фактом. И меня пригласили сюда. И я уже здесь не первый день. И я уже здесь, можно сказать, уже несколько дней. И за эти дни мы организовали собрание людей. И очень много людей присутствовало на этом собрании, в результате которого происходили невероятные вещи, которые трудно было объяснить. Конечно, это объяснимо в позиции верующих человека. Но для многих людей, которые не знакомы с этим, было трудно объяснимо. Но факт остается фактом. А люди, которые пришли с болеванием спины, с кровлением подвоночника, остеохондрозами, различных стадий, различных мест, они были избавлены. Причем моментально. Мы видели, как у женщин, у которых опухла щитовидной железы, она прямо на всех глазах исчезала. Как грыжи исчезали и стягивали. Мы, возможно, не сможем все объяснить, как это происходит и почему происходит. С точки зрения науки. Но с точки зрения Библии это объяснено. И факт, это факт. В том, что Бог, Он существует и помогает человеку. И факт для самого человека, что у него была проблема, и проблема ушла. Я знаю, что многие из вас, они атакуемы различными заболеваниями. Ну, в таком мире, что мы живем и мы испытываем некие давления. И я знаю, что многие из вас, да все практически, они хотят и жадят, желают, чтобы их тела были совершенными, правильными. Чтобы вся проблема, которая их случилась, она исчезла. И вот получилось, что некоторые инициаторы пригласили меня. И в результате этого очень многие люди довольны. Очень многие люди были избавлены. Поэтому я выступаю сейчас по вашему телевидению для того, чтобы пригласить вас на такого рода собрания. Посмотрим. Я понимаю, что вы кто-то скажет, а я не верю. Да, такого быть не может. Да, это еще какие-то странные истории какие-то или что-то действует странно. Но я скажу, надежда всегда стоит по надежности. Это служение абсолютно бесплатное. Никаких вносов, никаких входных билетов, ничего. Это просто служение и свидетельство о том, что Бог существует. И это абсолютно не привязывает человека к данной организации или к людям. Хотя есть, конечно, такая рекомендация, желание. Но все остается за вашим выбором. Но как бы ни происходило, для вас останется фактом, что вы будете избавлены от болезни. Возможно, это произойдет мгновенно, возможно, постепенно. Пойду по-разному. Но это происходит по проценту и однозначно. Вчера мы были свидетельны, как женщина, которая была слепая на один глаз, полностью, абсолютно, причем уже пожилая женщина, она стала видеть вас. Вы скажите, не верю, это неправда. Ваше право. И вы знаете, что у вас всегда останется выбор. Либо останется присутствуем мнением и собственными болезнями. И продолжать такими словами, как вы действуете, избавляться. Я знаю, что пока ромка наша не совсем совершенна. Ее требует определенных инвестиций в это. Сознательно. Помогает, слава Богу. Но у вас есть всегда возможность увидеть своими глазами и увидеть на своем теле, что это правда, это факт. Тем более, что вы на самом деле ничего не теряете это бесплатно. Если, по вашему мнению, это не произойдет, вы ничего не потеряете. А если это произойдет, то для вас это будет огромным преимуществом. Поэтому возможно сейчас для того, чтобы как-то вас нужно заинтересовать, заинтриговать, возможно, мы сейчас продемонстрируем вам как примерно происходит как бы этот факт исцеления или факт избавления от Бога. Мы встретили сейчас, пришел к вам собрание мужчины, у него проблемы остеохондроз. И эту боль думает уже много лет. И есть определенная техника в медицине терапевту для того, чтобы определять, есть ли искривление позвоночника. Мы эту технику увидели для чего? Для демонстрации. Для того, чтобы ведь не все вы его в том числе видели, что происходит изменение человеческого тела. это реально, это факт. Возможно, мы это не объясним, но это факт. Люди людям это помогает. Люди избавляются от многих заболеваний. Поэтому, если у вас есть еще немножечко терпения, пожалуйста, посмотрите, как это происходит. Как происходит такая техника избавления от болезни. У этого мужчины остеохондроз. Остеохондроз из позвоночника и крыльевом позвоночнику. У него буря в спине и мы когда его посадили на стул, мы увидели, что вы все наблюдаете, что ноги разной длины. Это распространенная существует практика терапии, проверки, насколько скрызон позвоночник или нет. И вот мы наблюдаем, что правая нога она короче левой. Ну такой факт. У него сейчас боль в спине. Ну незначительная боль, но есть боль в спине. Это очень долгое время. Я не буду сдаваться по прозе острохондрога, но вот мы смотрим сейчас, это факт. И вот так происходит сейчас избавление от острохондрога и вравнивание позвоночника. Спасибо Бог, спасибо тебе, спасибо за то, любишь, за то, что и целяешь. Во имя Истута Христа сейчас правая нога тянись, 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 выравнивайся, выравнивайся, прямо сейчас расти, расти, позвоночник, выравнивайся, во имя Истута Христа выравнивайся, 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 прямо сейчас кости таза, шеи, позвонков, танки ровными, диски выравнитесь, сейчас растворяйся, во имя Истута Христа правая нога тянись, 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 быстрее, 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 быстрее. Спасибо, Исус. И сейчас на ваших глазах вы видите, что ноги начинают изменяться в длине. Они уже изменились и фактически выровнялись. Было только что разница в ногах, ну, около двух, там, трех сантиметров, двух сантиметров, можно так сказать. И это было движение. Сейчас ноги стали ровными. Еще немножечко, буквально, двух сантиметров, спасибо. Как вы сейчас чувствуете себя? У вас боль ушла? Вот сейчас у мужчины в этот момент ушла боль. Напоминаю, это острый хондром. Так просто боль не уйдет. Искривлен позвоночник. Мы сейчас видим невероятный момент, невероятный факт, что некая сила, которая, конечно же, я знаю, это сила Бога, она сдвинула позвоночный стол и выровняла, и его ноги выровнялись, и боль, которая была много лет, она ушла. Дух, что ты, спасибо, благодарю тебя. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, правая нога, продолжай тянуться, продолжай тянуться, продолжай тянуться, продолжай тянуться, продолжай, 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 продолжай. Во имя Иисуса Христа, продолжай, продолжай. Спасибо большое. Ноги ровные. Вот еще может быть немножечко. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Правая нога тянись. 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 Ровные. Все. Ноги стали ровные. Потому что на ваших глазах произошло то, что в обиходе многих людей называется чудо. Это сверхъестественный момент. Я не знаю, как вы окончитесь к этому. Возможно, что-то из вас позитивно, может, что-то негативно. Может, кто-то думает, что это придумано, какой-то фокус или что-то. Это ваше право. Но у мужчины ушла боль. И я вот 100% говорю, что когда он проверится, что у него исчезло это заболевание. И он как бы нашел смелость себе прийти к вам и ушла боли, слава богу. И он пойдет домой, ведь болен. Возможно, у вас есть такой же шанс увидеть лично, хотя бы даже проверить, действительно это так или не так. Возможно, для вас это будет надежда. Надежда о том, что вы избавитесь от тех болей, которые преследовали вашу всю жизнь. Надежда, вы знаете, никогда не умирает. Если есть надежда, то есть вера, то есть спасение, то есть всегда тени и стремление к чему-то. Я не медик, я не биолог, я на том, но я вижу, что у людей уходит болезнь. И слава богу. Как они уходят в силу Бога? Уходит, это хорошо, это слава богу. Мы все этого ожидаем. Скажу еще, что добавлю, что такие вещи происходят всегда. Когда человек верит, он надеется, он видит результат. Я знаю, что не только спина исцеляет, а большинство болезней именно и связано со спиной. Практически живот, желудок, печень, по-женски даже, или еще какие-то вещи, коленях боли, они все связаны со спиной. Когда уходит проблема в спине, уходит проблема в этом органе. Вы можете это проверить сами. Спасибо вам за внимание. Мы ждем вас по адресу Ленинградская, 73, это миссия ВИФАПа. Завтра, в воскресенье, в 10 часов утра, до 6 вечера, я осуществляю прием. Поэтому, милости прошу, и пусть вас Бог благословит. Хочу еще немножко добавить. Я знаю, что Бог, к которому я верю, он силен даже исцелит вас при посмотре этого видео. Я много раз был очевиден, что это действительно так. Потому что Бог, он везде. И для вас, возможно, чтобы вам было лучше, вы не прошу, я помолюсь одну минутку за вас. Те, кто смотрит на меня, просто смотрите на меня. И возможно, у вас есть боли. Возможно, у вас сейчас боли в разных частях тела. И я прошу тебя, Бог, и пусть Христов, ради веры в имя твое прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, пусть сейчас моментально боли в теле будут уходить. Во имя Иисуса Христа, я говорю сейчас, боль в разных частях тела, ты уходишь. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. И я благодарю тебя, Бог, за то, что сейчас, я знаю, произошли много, достаточные стреления. Если вы почувствовали в своем теле какие-то изменения, или даже облегчения, приходите. Если вы даже ничего не почувствовали, ничего страшного, приходите, и вы будете сами лично видеть и станете очевидцами того, что это действительно существует. Я благодарю за то, что вы выслушали меня. И приглашаю вас в Ленинградской, 73, в воскресенье, завтра, в 10 часов. Спасибо. Слава Богу.